Остров Хортица, самый большой на Днепре. Здесь люди селились еще со времен Неолита. Именно здесь зародилась знаменитая Запорожская сечь. Эти скалы называются Тристога. В начале 20 века на Среднем острове были найдены останки стоянки древних людей. Эта находка дала название целой археологической культуре – Среднестоговой. Изучением острова и окрестностей занимаются археологи Музея Истории Запорожского Казачества. Он сейчас начинался на реконструкцию. Все предметы эвакуированы, предметы основного фонда, они сейчас эвакуированы. Их сейчас в музее нет. Потому что близко к фронту, поэтому... Так, так, так. Все музеи, которые близко к фронту, они были после нападу России эвакуированы. А куда вы взяли? В Киев куда-то или это там... Это секретная территория. Почти 70 лет эти скалы у подножия гигантской плотины Днепра ГЭС почти полностью были скрыты под водой. Уровень Днепра здесь поднялся после строительства Каховской ГЭС. 6 июня из-за разрушения ГЭС большая вода ушла. Уровень Днепра опустился настолько, что до скал можно было дойти пешком. И эти месяцы были для археологов чрезвычайно богатыми. Здесь наши накидки. Это то, что мы нашли после подрыва Каховской ГЭС. Здебольшего это уламки керамики. Ось такие древние шветочки. А сколько лет этому, примерно? Ну, саме цей фрагмент и большинство фрагментов тут представленных – это доба бронзы. Это несколько тысяч лет. – Ого. – Ось, видите? И это не все. То есть, мы на подвеконе выкладывали только такие, которые нам сейчас интересны, с примером орнамента. То есть, мы их изучаем, дослеживаем. Каждый уламок по-своему уникален. Тобто, это ручная липка, ручная керамика, не гончарная. Трубки казаков, кресты, пуговицы солдат, детские свистульки, пули, осколки ядер – находок действительно много. Анатолию удалось разглядеть в песке и совсем маленькую монетку Римской империи. – Вона чеканилась в 141-му році нашей эры. Эта монета называется «Денарий Фаустина II». Вона друкувалась императором после смерти дружины Фаустины. Несмотря на радость находок для музейных работников, война остается войной. Несколько их коллег находятся на фронте. Один, Вячеслав Зайцев, погиб. В кабинете археологов его портрет. И по самому заповедному острову, который находится под самым боком у Днепрогэс, били ракеты. В момент прилета Микола Свидрынь как раз поднимался по этой горе на работу. – Ракета попала прямо в скеллю. Вот уявите себе сила, сила, яка зруйнувала, раздробила скеллю. – Я почувствовал выбух. Воно приглушило, потому что оно ж трохи за горою. Але выбух был добряче. Потом полетело по цьому. Скорее всего, летело на Днепрогэс. Я не думаю, что они в нас целили. До 20 ям прилетов было по Хортице. Впрочем, работа продолжается даже в тот момент, когда археологи дают интервью. Вот именно в этот момент, который случайно записал наш оператор, Микола Свидрынь нашел очередной керамический осколок. – Есть версия, что это со времен скифов. Потому что они любили делать такие засечки, рубцы на керамике. Но этот кусок керамики мы, конечно же, отдадим специалистам. Они уже будут его изучать. Алексей Дунда, Мартинш, Шалмис, РУСЛСМ, Остров Хортица, Украина.